так друзья мы с вами санта-круз снова видим джона и еву они мажутся кремом чтобы не сгореть санта-круз наверное они по латинской америке ехали тоже мазались да вот ну это хорошо когда доктор в семье будешь всегда и намазан и с таблеточкой там на сон грядущий идем гулять идем гулять вот такие крутые тачки у современных серферов вот у нас тут голые ездят на велосипедах друзья но не совсем голые многие может быть хотели бы чтобы я больше показал больше нету а смотрите как крышка поднялась действительно очень симпатично единственный минус что все знают что ты там спишь сейчас будет волна ну-ка парень давай 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 пошел-пошел-пошел хорошо да да вот и вот так тут еще одна хорошая его скажите нам в вашем путешествии по 30 с лишним странам было такое что вам русский пригодился больше чем скажем английский было такое в монголии нагрой в городе сухобатор на границе с россией там люди такого же зрелого возраста не знаю какие слова на русском но они ничего не знали на английском совсем то есть русский мог бы пригодиться больше чем от если что английский был полный номер у меня сейчас новая группа началась там три женщины из израиля вот такие средних лет я им говорю если вы из израиля что-то по-русски знать она говорит я знаю задумалась задумалась сука а вот еще бруклин надо пускать бруклине наверно русские больше чем в тему вашего анекдота не очень сильно ему английский помог забрать куда ехать удивительно было для нас мы сестра джона к нам присоединилась в этом путешествие на один месяц она приехала в нью-йорк прилетела из канады и улетела в лас-вегасе и вот когда прилетела в нью-йорк она первый раз пустила метро она никогда не было в метро и первый район куда мы повели был бруклин так и она немножко конечно была там опешила потому что все было на русском ничего не понимала все продавалось на русском все эти пирожки люди говорят на русском там есть такая фраза типа мы в америку не ходим то есть там в русских магазинах еда дешевле и привычнее в американских еще я помню там была такая красивая вывеска у нас продажу поступила черная икра как там джона звучало очень смешно типа по одному паунту и прямо написано мы с нашими гостями забрели в музей серфинга тут доски 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 даже думаешь кроме досок то что есть кроме досок друзья есть серферы это тоже доски доски не уже ничего себе сколько стопать фунтов но это могло быть и тяжелее 120 фунт еще не так но она пустая внутри его что у вас произошло с потерей или набором веса во время путешествия не исконной любых и исхудали и потому опять набрали опять иску дали и опять набрали так что это все такое не стабиль как вы питаетесь вы себя готовить и вообще приходилось готовить да это как правило то что мы делаем и мы готовим всегда поскольку ночи виды то что когда ты идешь супермаркет покупаешь продукты или на рынок и газом это дешевле шт 일이 доверно так что как правило мы готовим трава есть для готовить Да, но мы живем же с людьми, у них дома так, что люди же как-то готовят. Там в Африке они готовили прямо на костре, там у них такие специальные, прямо дома. Там может быть хороший дорогой дом, но при этом все равно у них такая, как это объяснить? Ну, жаровня, но это громко сказано. Просто угли они разогревают, ставят большой котел такой, и там вот все делать, что им нужно. Зависит от страны. Я помню, что в Индии нас так кормили, нас просто закармливали люди, нам не давали готовить, нас кормили по нескольку раз в день, и у них еще такая привычка, конечно, что зависит от штата в Индии, но они очень поздно едят. Я помню, были моменты, что мы заканчивали ужин в час ночи, и они едят и идут спать. Вот тяжело, тяжело. Ну, разные есть. Я бы, я сказала, что чем богаче люди выйдут, тем у них вот особенно мужчины, ты можешь видеть. Чем больше пузо, тем больше денег. Даже спрашивали, а правда, мне так кажется, что чем богаче выйдут, тем... Так, Джон не похудел, не поправился, что с ним произошло? Спрашивают про наш вес. А, туда-сюда, где-то похудел, мне кажется, в Юго-Восточной Азии похудел немножко. И в Африке. И, может быть, в Африке, а в США уже немножко поправился. В США, да. В США мы в основном... Макдональдс. Да, мы ходим... Ешь сколько хочешь. Так, интересно, мы вообще не ходили, Макдональдс там путешествует, потому что всегда было дорого. То есть ты всегда можешь найти какой-нибудь даже кафе с домашней едой, где будет гораздо дешевле, а уличная еда я вообще молчу. А здесь в штатах, так вот, действительно, все наоборот. Макдональдс это самый дешевый, да, который ты можешь вообще найти. Вот, а плюс этими купонами, которые здесь везде есть, это вообще сказка. В Москве где дешево поесть можно хорошо? В Москве где дешево поесть. Только продуктовый магазин. Я не знаю, нет, я уверена, что есть столовые, где вот первый, второй компот, но мы особо не ходили. Мы перед путешествием пытались копить деньги, поэтому мы всегда готовили практически дома, мы не ходили по ресторанам. Грабли, в принципе, есть, например, ресторан Грабли, там, по-моему, 50% скидка после 9 вечера, что ли, да. Вот, скажем, такие лайфхаки. А так, не знаю, как-то порции маленькие и дорого в Москве, все, что мы видели. Может быть, кто-то знает, где лучше, но... Здесь мне нравится, хоть и здесь дорого, но здесь порции такие большие, что просто сказка. Ладно, и не всегда дорого. Ну, не всегда дорого. Американцы, вот, многие удивляются, хоть по Франции поедут, говорят, надо же такие деньги берут, там, только голубя поклевать, там, ничего нет. Вот, а мы в прямом смысле клевали голубя, мы ели голубя в Судане, мы жили в деревне с семьей, и они приготовили курицу в соусе, в подливке такой. И мы стали есть эту курицу, думаем, что же она такая тощая, так много костей, так мало мяса. И мы ее вот обгладывали, и я думаю, наверное, это хорошая, здоровая курица, без всяких гормонов. Вот какой курица должна быть? Я говорю, а что же у вас такая курица странная? Я говорю, а кто вам сказал, что это курица? Это голуби. И я настолько не ожидала. А еще голуби, вот, Миша, на сельхозработах, там заготовывали зерно. И на этом зерне жили голуби, которые питались только зерном. В Подмосковье нельзя голубей есть, если они там по помойкам, понимаете? А когда это сельхозяйственное место, вот мы были на сельхозработах, и они там зерно подъедают. И барак, где мы жили, там наверху этих голубей было, я не знаю, что. Но вы не ели голубей. Ели, ели. Ели, ели. Да, там с нами, я вам сейчас расскажу, с нами собирали картофель. Ученые из Института трансплантации органов и тканей, если вы знаете. Да, на Щукинской находится. Да, да, да. Вот Ворошиловский район, мы как раз там, соседи наши были. И вот эти вот, они совершенно цинично. Собирали этих голубей, потом откручивали им головы. Вот так? Да, отдирали им перья и замачивали на ночь в каком-то, ну, не знаю, уксусе. А потом мы все это дело жарили и там, что там делали. Было исключительно вкусно. Были действительно птички небольшие. Но это в годы были, это годы. Может, все было. Голодно было в этих деревьях? Да не в голодность, это был фан. А, еще мол того, они вот эти из Института трансплантации органов и тканей, они спирт туда привезли. Им нужно было чем-то закусывать. Так вот они как раз. Света, я тебя умоляю, они могли бы закусить еще чем-то. Они огромное количество злых. Подождите, это просто был фан. Это просто был фан. Вот. Голуби так неожиданно, вот. Но тем, кто не собирал голубей, там, голову не отрывал, им не давали. Ага. Вот, поэтому я... А, так что есть? Я собирал, но я не отрывал, нет, сам не отрывал. Интрига. Но вот в Судане, где вот мы там жили, в этой деревеньке, они прям голубей. У них голуби дома, у них есть клетки, которые, кстати, открыты. То есть голуби, если вот они не были бы дураками, они видят, что при них вот только что убили их сотоварища. Да. И жарят, варят там, я не знаю, что с ним делать. Нет, чтобы улететь. Так они, они там живут. И у них действительно вот, улетай не хочу. Правда, там пустыня, там даже воды не будет есть, они улетят. Ну, то есть, фактически, они как в такой зоне, как бы такой проживают. Уйдешь из зоны, погибнешь. Но они, по-моему, едят средних. Они нам говорили, они толстых не едят. Они едят средних все. Да. Нет, то есть, они, мне кажется, среднего возраста. Среднего. А, среднего. И у вас перед этой поездкой была мечта накопить денег, собраться путешествовать, все спланировать. Это очень движущий фактор, да, и развитие для всего. Ну, вот уже наша мечта приближается к концу, уже совсем скоро вы закончите. У вас есть какая-то следующая мечта? Вы говорите, очередная мечта. Очередная мечта у нас есть. Потому что вот идет, когда эта мечта закончится, уже она выполнена, все уже закончено. Хорошо иметь на замену какую-то мечту. Да, много. Мы, собственно, этим занимаемся постоянно, поскольку мы сейчас в этом, получается, 24 часа в сутки вместе. Просто не как в Москве, там, 4 часа мы видели друг друга, там, работы, пробки. Мы постоянно обсуждаем, что мы хотим в будущем, какие у нас мечты, какие цели. Ну, наметили, заметили, там, парочку. Да? Ну, мы хотим детей, это, наверное, в первую очередь. Дальше, не знаю, мы просто прежде всего хотим быть свободными. То есть, мы хотим делать то, что мы хотим всегда. То, что мы хотим. Нам что-то не нравится, то не надо это делать. Вот так вот. Мы на данный момент, мы думаем, что мы бы хотели жить в разных странах, постоянно учиться, новые языки. А гражданство у Евы какое? Российское. То есть, вы не взяли канадского? Ну, пока нет, это такой процесс. Так если мне кто-то его предложил, я бы, конечно, не отказалась, собственно. Я думаю, что вы же замужем. Ну, это не так просто. Не, ну, когда уже замужем, достаточно просто сделать бедножительство, а потом уже нужно жить в Канаде 4 года из 6. Они прямо считают дни. Если ты выехал даже на день, нужно это записывать. Потому что никакого путешествия, у нас разные гражданства, и мы не можем ничего начать, потому что мы путешествия вокруг света, мы нигде не сидим. Нет, да, вот, например, вы хотите детей, да, и, в общем, то есть, с одной стороны, вы хотите быть свободными, да, это мне понятно, потому что свободно всегда приятно быть. С другой стороны, вы хотите детей, дети – это обязательство, это уже некоторая несвобода. Это, во-первых. Во-вторых, это финансовая несвобода, во-вторых. То есть, вот тот образ жизни, который вы сейчас ведете, ну, буквально на уровне проживания какого-то, да, ничего, два молодых человеком могут себе это позволить. Это фанта. Вот дети уже так не получится. Нужно больше, конечно. Нужно больше, нужно посчитать, сколько нам нужно для детей. Как это сочетается со свободой? А вот дети, например, на футбол, на хоккей, на музыку, если вы все время переезжаете, то как же тогда? Кроме того, дети, когда у вас дети, вы думаете, а что я ребенка сорвать из его привычной среды? Ведь даже вот сюда эмигрируют семьи с детьми, это стресс не только для взрослых, которые нужно адаптироваться, это стресс для детей самородного рода. Им трудно привыкать, у них там есть свои друзья, у них там есть подростков, есть какие-то свои первые влюбленности, и некоторые даже не хотят уезжать. То есть, знаете, как, вот немножко ваши мечты, да, и вот я уже с высоты своего возраста, да, уже вижу какие-то противоречия, я просто хочу услышать, есть ли у вас какие-то решения на где-то. Ну, возможно, мы передумаем, но мы знаем такие примеры, мы знаем семьи, когда они переезжали раз в три года, что ли. Вы говорите о привычной среде, но некоторым детям привычно переезжать. Да, в семье войденных, они все время переезжают. Просто это вопрос того, хорошо, ты для ребенка не плохо. Дети привыкают, Света. Нет, дети разные есть. Один легко, вот так, о, поехали, новый. Вот поэтому посмотрим, какие у нас будут, какие у нас будут, да. Ну, я думаю, это висит от семьи очень сильно. Света, я думаю, у них есть время еще разобраться с этим делом. Вообще, в полчаса я поняла, что, что когда ребенок постоянно в одной среде, как вы говорите, привычная, что, например, я всегда росла в одной среде, это плохо. Вот, ну, действительно, это плохо. Потому что, когда ты ребенку посылаешь, например, вот мы путешествовали, мы останавливались всегда у людей в разных домах, по каучсерфингу. И знаете, основная из причин, почему люди, у которых есть там деньги или у которых нет денег, которые приглашали нас, оборванцев, к себе домой, одна из основных причин была в том, что им было интересно, чтобы их дети пообщались с людьми из другой культуры, чтобы они услышали другой язык, чтобы они поспрашивали вопросы, там, наши взгляды на мир, а как у нас там школа устроена, а как вот у нас здравоохранение работает, а что мы едим, а как мы ногти красим, а как мы ругаемся, а как мы миримся. Это так интересно. И я думаю, чем сильнее ты, как бы, обучаешь своего ребенка, и это, конечно, может быть очень дилетантский, потому что у меня нет своих детей, но я уверена, что чем сильнее ты даешь ребенку возможность знакомства с разными людьми, там, с увлеченным физиком, с каким-то больным на голову серфером, который просто вот для него вся жизнь в кайф – это серф. Чем больше ты его получаешь, тем больше у него возможности действительно выбрать в жизни то, что ему нравится, и ты ему показываешь примеры успешных людей разных, и такая возможность только, когда ты ребенка из привычной среды меняешь, когда ты… Ну а в каком возрасте это происходит? Дело в том, что все-таки, ну вот есть какие-то вещи, например, которые нужно делать в определенном возрасте, да? То есть детей начинают учить в музыке, тогда они добиваются каких-то успехов. Пропустил какой-то момент, уже из него не получится. Это не только музыки, языки, языки. Нет, ну языки, вот видишь, у нас пример, что можно выучить язык и во взрослом состоянии. Ну, если ты хочешь соревноваться на мировом уровне, да, в музыке, в спорте, а так, мне кажется… Для здоровья, да. Для здоровья, да. Для ребенка нужно дать возможность попробовать себе брать эту деятельность, да? А для наших покровов нужны кружки какие-то, а можно быть и посередине. Светик, это другая концепция, ты к ней не привыкла. Даже не только кружки, нужно ребенку дать понять, что есть люди с разным цветом кожи, что не нужно бояться вот таких, потому что ты живешь в Москве, а ты не видишь черных, а ты живешь там, например, в Мексике, ты не видишь, не знаю, людей из Индии. Нужно дать им понять, что люди верят в разные религии, что нет какой-то истинной религии, что люди по-разному готовят еду, люди даже едят по-разному еду, что люди по-разному принимают душ, что нет такой истины в абсолютной инстанции, которая тебя училась с детства. Вы ели гусениц и улиток в Мексике? Нет. Гусениц? А, нет, нет. Но мы ели много всего чего другого, может быть, даже вам не захочется слушать. Так. И чем больше ребенок это видит, например, вот я, как человек, который заканчивал медицинский университет, там Михаил, наверное, отблю, тихо-тихо пройти, я думаю, что все эти временные правила, что ребенок должен потратить 11 лет своей жизни на школу, учить там вот все базовые предметы, потом он должен поступить в университет, 6 лет в университете, что он просто теряет время в пустое, он мог, пока он в школе, например, если бы у него была возможность, если бы предоставить ребенку такую возможность, вот он, например, у него уже есть, он уже решил, что ему интересна медицина, его можно прямо облучать, эта медицина, его можно договориться там с каким-то знакомым хирургом. И попросить, можно вот мой 11-летний сын будет просто стоять у вас сзади в хирургическом костюме, ничего не делать, может быть, даже помогает, а может использовать как стол. Это где-то ему там разрешают делать? Ну, разрешают? Нет. Где? В Америке? Никогда. И в России, я думаю, не разрешают. Ну, жалко, что не разрешают. А можно, знаешь, с пилотом. Потому что глаза. Да, с пилотом, да, с самолетом. Это первое. Второе, дети в маленьком возрасте, им нужно дать возможность проявить себя и попробовать. В разных видах деятельности. Да, он не знает, в 5 лет будет он хирург или в 10 лет. Он не знает. Ну, он может попробовать резать лягушек, и ребенок будет противно это или не будет противно, да? Ну, мне бы вот, если бы не сказали, попробуй резать лягушек, если тебе будет приятно, то ты станешь врачом, а если нет, то ты не станешь. Я бы вообще даже не поступила в медицинский университет. Хороший, хороший. Нет, ну, мне кажется, что просто он же может передумать на следующий же день. Но он придет, посмотрит, а если ему понравится, он будет несколько лет после школы, например, или вместо школы ходить. Глаза его будут запоминать, как хирург вяжет узлы, как он режет кожу. Он потом поступит в университет, пока все будут на первом курсе биологии изучать, повторять в школе. Он будет уже просто как самый опытный ординатор, если не круче. Ну, я просто к тому, что время ребенка можно использовать с такой пользой. А чтобы использовать с пользой, нужно понять и нужно его находить, не знаю, этих вдохновителей, находить людей, которые могли бы ему нормально, например, обучать его физике, а не просто какой-то настоящий человек, который не за счетов. Светлочка, давай я подведу итоги дискуссии. Ты можешь не записывать, у нас дискуссия продолжается. Да, да, ну я так просто, чтобы мы дальше могли идти, двигаться по улице. Я скажу так, что человечество нуждается в самых разных людям. Поэтому одни должны быть, ну, не то что должны, но пригодятся тут, другие пригодятся там. И очень важно, чтобы все были разные, потому что в какой-то момент времени нужны вот эти, а в другой момент вот эти, а в тот момент вот те. Поэтому очень важно, чтобы были и такие, и такие, и такие. Вот поэтому каждый для себя пусть соображает, а ребята вот они путешествуют, на них смотрят люди, и у них есть возможность подумать. И возможность подумать, она вообще дорогого стоит. Тут назад снимаем. Туристы, друзья, туристы. Так, друзья, мы оказались в ресторанчике таком, который называется Бергер. Вот тут на майке написано, что есть вот такой кирменный, чуть ли прямо не эксклюзивный, можно так сказать, ресторан. Бергер мы и сбывали, наши зрители знают это место. Гости наши пивы не пьют, поэтому у них только 50% осмысленности в посещении этого места. А я себе клоточек возьму, так я больше клоточек не выпью, но так, для, как сказать, для настроения. Ну и чтобы вам показать. Друзья, я хочу сказать вам, и вот у нас гости, тоже блогеры, и вот я хочу сказать тоже блогерам, что есть интересная тенденция, традиция, которую мы создаем на нашем канале. Я делаю что-то вот для наших зрителей, ну я им рассказываю что-то, вы путешествуете для ваших зрителей. Вот я пью пиво. Здравствуйте. 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 Я именем мариландии, молодежи с колеслей здесь. Здесь для меня. Хорошо. Спасибо. И затем сюда, тебе немного с пиво. Какой огромный бургер. Тебе. Бургер с честным челленом. Это для меня. Хорошо. Спасибо. И для меня сделаем свето. Хорошо. Очень major. Спасибо. Так вот, я хочу сказать. Мы многое делаем для наших зрителей. Вот я, в данном случае, для зрителей пивка немножко, глоточек я пью, вообще ничего не пью. Знаете, как в песне поется, пьют евреи пол-литровку на 14 персон. Вот так и я. Какой хороший был глоточек. Хороший. Первый глоточек, друзья, самый хороший. А пиво тоже самое или ты каждый раз другое берешь? Слушай, это другое. Я обычно пью, но Близзинское беру, но в данном случае это называется Кош. Слушайте, так здорово. Друзья, я для вас не съедаю, но снимаю свой бергер у Светланы, такой красавчик, в железном корыце. Вот у меня тоже, но салатик. У Евы салатик, в том числе. А этот называется Мерлин Монро. Мерлин Монро, как романтично. А этот такой, с двумя кусочками хлеба. Да, это как бы два бутерброда и в середине бургер. Ну что, друзья, будем удовлетворять естественную потребность в калории. А можно сюда молкать другую? Друзья, я задам нашим молодоженам коварный вопрос. Молодожен? Путешественникам. Ну, вы молодые. Мне нравится. Вот, значит, коварный вопрос. Вот все-таки вы много месяцев вместе. Конечно, вы встречаете других людей, у вас есть общение много, кроме того, что вы друг с другом опять. Но все-таки вы не устаете от того, что вы вместе, 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 вместе. Все-таки в обычной жизни люди на работу ходят, у них там родственники, еще что-то. Если бы я вот со Светой 10 месяцев вот так, год и 10 месяцев, я думаю, она бы меня сильно ругала. Ругала. Я бы ей надоел. Вот так вот. Нравится быть вместе. Мне нравится быть Евой. Мне нравится быть женой. Чуть-чуть раздражает иногда. Чуть-чуть. Но все равно нравится, да. Я думаю, людям более расширенный ответ нужен. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, мы как бы... Я, конечно. Я попробую. Спасибо. 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 Я... Одна из причин, не единственная, но одна из причин, почему мы уехали из Москвы. Мы оба работали и достаточно много, то есть, ну, и с пробками. Мы, кто был в Москве, может быть, понимаете, и кто живет в Москве, что у нас оставалось, может быть, часа 4 в день вместе. А мы только поженились. Мы были в таком как-то отношении. Вот, муж и жена. Мы теперь можем делать все, что угодно. У нас там весь мир для нас. И тут нас так поглотила эта рутина. Мы такие, это действительно то, о чем люди так песни слагают. Да, и мы хотели проводить больше времени вместе и уехали от этого всего. И реально уже почти годы, десять месяцев, 24 часа в сутки вместе. И нравится. Я думаю, что это хорошая проверка отношений, что ли. Я хотел сказать. То есть, если у тебя плохие отношения, то если проводить все время вместе, то это просто… Что-то вылезет. Да. Убудляет, что ли. И наоборот, если хорошие отношения, то, мне кажется, они просто сильнее становятся. Ну, в этом есть, на самом деле, большая, я думаю, привлекательная сила вот того, что вы снимаете и на вас люди смотрят. И я думаю, что в этом смысле тоже, может быть, многим есть о чем задуматься и там, может быть, как-то на себя переложить. Вот. А бывает у вас что-то, ну, по дороге, в силу событий разных, что вы злые, что вы ругаетесь, что вы недовольны собой там или кем-то. И вот вы действительно такие спокойные и улыбаетесь. Конечно, бывает. Ну, вы камень отличили Михаила, поэтому я улыбаюсь. Конечно, бывает, но это, будучи счастлив, это та же жизнь, просто более концентрированная. И бывает. Просто мы научились быстро мириться, очень быстро. Да. А кто познакомил Зодиака? Джон Диева. Джон Диева, я скорбила. Ага, понял. Ну, я тоже земной, вот я телец, например, а Света у нас близнецы. И я думаю, если бы я не был земным таким телецом, я не знаю, Света, как бы тебе пришлось бы с кем-то еще. Не знаю, не знаю. Ну, кстати, я хочу сказать тебе, что, наверное, 40 лет назад, не надо меня помнить. Не надо, не надо так. 40 лет назад, я бы тоже могла 24 часа в сутки находиться рядом. Ну, скажи... Ну да, поскольку мы уже 40 лет женаты, то, конечно... Через 40 лет уже все сказали. Нет, она, знаете, проблема, она знает всем анекдоты, в основном. Я думаю... Даже не смешно. Да, я помню, что в начале, когда мы только встретились, он уже рассказывал, я просто все впитывал, впитывал, мне было так интересно. Но я тебе покажу. Не прячься, не прячься. Вот, а это самое... Мне было все интересно, но за 40 лет он мне все байки уже рассказал. Теперь я слышу, что он это все рассказывал, он уже не придумывает новые. Он уже рассказывал. Нет, у нас новые байки, у нас возникают в школе. У нас же каждый день там что-то такое происходит смешное. Но оно накапливается, потому что не то, что одни уходят, а другие приходят. Нет, ну а не кто-то все измышал по миллионам. Он народу всех хотят, конечно, не хочу сказать. Ну, это бывает. Ну ладно уже, про нас-то чего. Ну что, друзья, когда приходят гости, мы же не могли не оказаться на пирсе. Вот. Там люди кричат, смотри, люди кричат, потому что у них радость. Они там на качельках. Ну вот, от радости, от радости, правда? Да. Где такие комплексы эти, в Намибии так? Чего? Такие парки. А, нет, мы говорили про морских котиков. Что очень много их на Намибии мы видели на побережье. А парки такие, ну, везде. Ну, вот мы первый раз в Штатах катались, в Диснлэнде. Угу. Мы с нашими гостями сгуляем по пирсу в Санта-Крус и сейчас зайдем в магазинчик. На каждой груди выгравили чей-то патри. Вы татуировано. Вы татуировано. Ну, правильно. Обычно, знаешь, как Ленин на одной, а Сталин на другой. Друзья, кто из вас любит клубнику? Кто из вас любит чоколад? А если вот вы любите и то, и другое? Да, они большие, большие. То вот как раз есть шанс. Друзья, я знаю, у нас на канале любят, когда показывают девочек красивых. Вот эта девочка. Это девочка морского льва. Очень красивая. Вот еще девочка. Это, правда, мы уже на другом колодце наблюдаем. Как я знаю, что девочки, они маленькие. Девочки маленькие, а мужики здоровенные. Так форму у них отличается. Очень видно. Так. Вы слышите, друзья, шум. Вот оттуда. Борд Вок, так называемый. Парк аттракционов. Тут же с выходом на пляж. А у нас, мы на некотором расстоянии. Вот такой вот заморский гость. Сейчас пойдем смотреть на него поближе. Да, надо сказать, что здоровенный. Здоровенный. И надо сказать, что умиротворенное у него, хотел сказать, лицо. Выражение морды умиротворенное. И шишка такая на лбу. И столько жира, наверное. О-о-о-о. Вот она жизнь под мостом. Ну что, друзья, погуляли мы по городу, надышались свежим воздухом. Вот теперь ребята возвращаются в Аламиду. Да. Это сколько тут? Часа полтора? Полтора. Сейчас, наверное, небольшие пробки. Да. Замечательный день мы провели. Михаил, Светлана, огромное вам спасибо. Спасибо. Мы были безумно счастливы. Мы столько говорили. Мне кажется, что... О жизни поболтали. Вы когда видео будете делать, вы нам ссылочку бросьте куда-нибудь, чтобы мы знали. Я так посматриваю, в принципе. Конечно. Что ж теперь будешь посматривать? Конечно. Ну, давайте вашим зрителям передавайте привет. Спасибо. Давайте нашим. У нас нашим зрителям. Да. Вас полюбили у нас на канале. Так, я смотрю, там человек, сколько там, 250 подписались. Это больше даже. Вот. Такого типа, да. Ну, в общем, что же, мне очень приятно. Ну, вас знали у нас на канале. Видите, это народ. Вы видели, как там ликовали, нет? Да, да. А нам всегда про вас писали. Правда? Очень ликовали, что мы там зайдем. Чего писали? Ну, все самое хорошее. Говорили, ну, пожалуйста, встретись, встретись с портновым, встретись потом. Правда? Это как интересно. А потом... И уже потом сразу написали, типа, какие впечатления, как... Мы даже когда только начинали участие по России, у нас было тысяча подписчиков, мы встречали людей, которые про вас говорили, что вот есть там в Америке, в далекой Америке, человек такой. Да. Вы теперь завтра с Мариной... Я подумал, надо встретиться с нами. Вы с Мариной могилкой теперь завтра? Да. Где будете встречаться? У нее, мне кажется, она дала адрес свой. Ну, передавайте привет. Она у нас тоже очень популярная. Правда, да. Вот. И так вот... И мы в Пиксар завтра идем. Вот, у нас будет такое... Компанию прямо? Открытие дверей Пиксара. А, понедельник, да. Ну да, рабочий день. У нас будет при открытии занавеса, что же там в Пиксаре происходит. Ну, а можно снимать-то? Не все сказали, но что-то можно. Ну, хорошо. Что-то можно, уже хорошо. А они объяснили, что поскольку они рисуют мультфильмы по 5-6 лет, там есть некоторые залы, где вообще запрещено даже находиться, если ты не сотрудник компании. Потому что любая утечка информации, это будет утечка героев этих персонажей. Так и не надо, зачем? Все в рамках. Там будет большой скандал. Ладно, все, машем ручкой. Ну, спасибо вам большое, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Вот, друзья, машина отъезжает. Пока-пока. Все. И мы с вами... Да, уже совсем прощаемся. Ребята уезжают. Я снимаю, как они там выруливают с нашего драйввэя. Вот. И мы тоже пойдем собираться и поедем домой. Я уже даже не знаю, когда монтировать это видео. Может быть, мы его дома и смонтируем.